На Ленмаре продолжается формирование списка ветеранов, умерших от болезни и ран в период с 1945 по 1990 годы и захороненных на территории округа. К маю 2015 на могилах этих людей будут установлены памятные надгробия за счет бюджета округа и спонсорских средств. Напомню, сегодня по федеральному законодательству памятные надгробия устанавливаются за счет государственных средств только тем ветеранам Великой Отечественной войны, кто умер после 12 июня 1990 года. Очень такая ценная для нас, для памяти фотография в Будапеште. Здесь все подписано. Фотографии Фатья Маркова ветерана войны бережно хранит его племянница Роза Городилова. Родился Фатья Андреевич в 1910 году, мобилизован в 1935. Участвовал в финской войне. На момент начала Великой Отечественной он уже был в рядах Красной Армии и продолжил свою службу. Вернулся домой в 1946. Десять лет наш земляк служил Родине. Подробности его боевого пути родные не знают. Говорят, в первые десятилетия после войны об этом было не принято рассказывать. Как-то линия смысла, линия созрели до этого. Я все время думаю, почему так? Потому что рядом с нами сосед был, он где-то в 1942 году, Бойко Иван, помню, без ноги. И мы просто с войны и все. А чтобы спросить, где, как, что. Вот этого не принято было. О войне тогда не говорили. Все ее видели. Кто-то на фронтах, кто-то в тылу. Сейчас только документы и фотографии, сделанные в Будапеште, в августе 1945-го подтверждают, что старший лейтенант Красной Армии Фатей Марков прошел всю войну. После возвращения с фронта работал в колхозах, в доме инвалидов, за год пушнини пожарной части. Скончался ветеран в свой 64-й день рождения, в 1974 году. Похоронен он там у нас, где кладбище, старое кладбище за больницей. Там у нас много, подряд 6-8 могил наших. И там отдельная оградка, дядя Фатея. Мы ухаживаем за ней, красим. Памятного знака на могиле ветерана нет. Так же, как и еще у трех тысяч ветеранов, умерших с 45-го по 90-е годы. Два года назад Совет ветеранов округа вышел с предложением губернатору увековечить память героев и установить на могиле каждого памятник. Положительный ответ получен. Стартовал сбор сведений о погибших. Данные могут предоставить родственники, друзья, соседи или общественные организации. Очень сложно учесть, потому что люди, которые возвращались с фронтов и захоронены. Это могут быть и леневоды где-нибудь в тундре захоронены. Это даже на рыбацких участках где-то захоронение. Это в исчездущих деревнях. Чтобы на могиле участника Великой Отечественной установили надгробие, необходимо предоставить в Совет ветеранов или в Сельский совет данные. Фамилию, имя, отчество, дату рождения и смерти, место захоронения. А также документы, подтверждающие его участие в боевых действиях с 41-го по 45-й годы. Установят памятники в рамках акции, посвященной 70-летию Победы до 9 мая 2015 года. Если будет написано, что здесь похоронен, так скажем, участник Великой Отечественной войны, старший рейтинант Марков, ну независимо от того, солдат, рядовой, но совсем другое отношение, никто не пройдет мимо просто так. Каждый остановится, подумает, поклонится. Это нужно не мертвым, это надо живым. Строки из поэмы Роберта Рождественского «Реквием» для инициаторов установки памятников стали девизом. С каждым годом ветеранов становится все меньше, а нынешние и будущие поколения россиян должны знать историю своей страны и помнить именно тех, кто сражался за Родину.